Добрый вечер! Вы смотрите программу «Профессиональный бокс». Меня зовут Роман Стронгин. Я для вас прокомментирую сегодня два очень интересных поединка. Во всяком случае, я надеюсь на то, что они будут интересными. Для первой нашей программы в этом году мы выбрали два поединка. Бой Сергея Рапченко из Беларуси с украинцем Борисом Акоповым. Это первый поединок, который нам сегодня предстоит посмотреть. И второй бой сегодняшнего вечера. Это бой за титул интерконтинентального чемпионного по версии WBA между Автангилом Хурцидзе из Грузии и Джамелем Баки из Бельгии. Но, наверное, сначала больше внимания, скажем так, уделим первому поединку. Во-первых, потому что в нем участие примет белорусский боксер Сергей Рапченко. Боксер этот хорошо известен всем любителям профессионального бокса Беларуси, всем постоянным зрителям программы «Профессиональный бокс» тем паче. Вся его карьера прошла буквально на ваших глазах. Все бои Сергея, и это приятно мне отметить, мы показывали в нашей программе. Вот он воспитанник Сергея Пытолева готовится выйти на ринг. Отмечу, что для Сергея Рапченко это первый бой за пределами Беларуси. Молодой 23-летний боксер, он очень быстро прогрессирует, не имеет в своем рекордсе ни единого поражения. Но об этом чуть более подробно попозже, когда я буду его представлять. И вот, выиграв все, что можно только на территории Беларуси, Сергей попытает свое счастье, скажем так, на международной арене, первый его бой. Итак, я думаю, что уже самое время представить наших сегодняшних соперников. Сергей Рапченко, 23-летний, как я уже говорил, боксер, уроженец города Минска. Выступал на хорошем уровне среди любителей. Входил в состав сборной Беларуси, однако довольно рано перешел на профессиональный ринг. И, в общем, это решение оказалось правильным. Все специалисты отмечают то, что Сергей Рапченко по своей манере действий очень подходит именно для профессионального бокса, скажем так, совпадает с ним полностью. И его результаты на данный момент это лишний раз подтверждают. Провел он на профессиональном ринге 8 поединков. Все 8 из них выиграл. В 4-х, к тому же, победив досрочно, то есть нокаутом. Дебютировал на профессиональном ринге Сергей Рапченко в 2006 году. И сразу досрочно в первом раунде выиграл у Андрея Матвеева. Этот бой мы показывали тогда еще в программе «Реактивный бокс». Затем были блестящие победы над Евгением Кафановым, Сергеем Наварковым, Владимиром Сазоновым, Александром Абраменко, Сергеем Лобковым. Последний на данный момент бой он провел против Дмитрия Янушевича. Выиграл тоже его досрочно в первом раунде нокаутом. И вот белорусский средний вес пробует себя на международной арене. Рейтинговый бой, 6-раундовый бой против Бориса Акопова. Что касается украинского боксера, естественно, информации о нем у меня меньше. Но можно сказать, что боксер этот не слишком высокого уровня, во всяком случае, если судить по его рекордс. На профессиональном ринге провел Борис Акопов 14 боев, чуть он старше белоруса. Однако нельзя сказать, что добивался каких-то высоких результатов. 4 победы одержал и в 9 поединках проиграл своим соперником Борис Акопов. Из его карьеры можно выделить разве что только бой с Валерием Бражником. Это известный украинский средний вес, авторитетный. Его, естественно, Борис Акопов проиграл в 7-м раунде. Но, тем не менее, все же хочу заметить, что представители украинской школы бокса, особенно бойцы из Ленина Петровска, легкими соперниками не являются. И, тем не менее, вполне можем рассчитывать сегодня на победу Сергея Рапченко. Ну, я думаю, уже по этому первому раунду, по первым мгновениям первого раунда, понятно, что на ринге хозяин настоящий. Хотя бой проходит в Одессе, ближе к родине, скажем так, Бориса Акопова. Но хозяином сегодня на ринге является Сергей Рапченко. Ну, во всем случае, такова расстановка сил. Отмечу я, что Сергей Рапченко по манере действий своей. Типичный панчер. Вот вы видите, как плотно он стоит на ногах, как все время выцеливает, ищет возможность пробить. Мощный боец, очень-очень сильный для среднего веса, обладает ударом. Иногда вот таким образом застаивается немного Сергей, но все он видит на самом деле, читает. И, если вы обращаете внимание, успевает смазывать эти удары Бориса Акопова. Однако в ответ, в ответ мощно-мощно выстреливает. Вот в типичной для себя манере действует Сергей Рапченко. Неспешный, такой средний темп выбирает. И взрывается короткими, очень мощными, разящими сериями. Боксирует на ближней дистанции. И пока я вот вижу так, что Борис Акопов не всегда понимает, что нужно делать. Больше нужно двигаться у троительского среднего веса, избегать вот этой вот рубки, сближения Сергея Рапченко. Ближней дистанции, когда Сережа начинает работать. Но у Бориса Акопова, видимо, не всегда это получается. И вот так вот застаиваться у канатов я ему очень не рекомендую. Впрочем, для нас это лучшее развитие событий. Его попробовал ударить с правой руки Сергей Рапченко. Не совсем это получилось. Успел уйти соперник. Оттянуться на дальнюю дистанцию. Конец первого раунда. В общем-то, раунд за Белорусом. Я думаю, и по ударам он его уверенно выиграл. И по активности, несомненно, Сергей Рапченко превалировал на ринге. Ну и главное, я думаю, что в тактическом отношении удалось Белорусу навязать свою манеру ведения боя. Днепропетровскому боксеру. Полностью Борис Акопов, скажем так, согласился с тем, что предлагает ему Сергей Рапченко. И это главный итог на сегодняшний момент первого раунда. Но Сергей Рапченко не спешил в первом раунде, скажем так, не форсировал события. Нормально разбирался. И, в общем-то, я думаю, что все уже достаточно про соперника понял. В дальнейшем будет только развивать свое преимущество. То, что бой первый на международной арене, это, несомненно, дополнительный момент сложности для белорусского боксера. С другой стороны, дополнительная мотивация. Очень важно себя сразу зарекомендовать с самой лучшей стороны. Такой соперник, как Борис Акопов, для этого неплохой, скажем так, вариант. Сергей явно с ним сможет справиться. Ну и, в общем-то, после этой победы, я думаю, что у Сергея будет уже более серьезное предложение. Хотя, конечно, вот так вот временами Борис Акопов довольно интересно пробивает справа. Но удары, в общем-то, легкие. Особой опасности для белоруса не представляющие. Я думаю, что Сергей Рапченко все видит. Но, тем не менее, нам хотелось бы, чтобы он вышел из этого боя с наименьшими потерями. Все так же действует Борис Акопов. И даже, я скажу, не лучший для него вариант. Попустил он из-за руки. Пытается играть с соперником. Думает, что он сможет опережать Сергея Рапченко. Я не уверен, что у Днепропетровца это получится. Хорошо знаю Сергея. В общем, видел все его поединки. В буквальном смысле, все поединки на профессиональном ринге. И могу сказать, что с Сергеем такие игры не проходят. Очень серьезный боец. Очень перспективный. И раз в Беларуси. Да, вот здесь вот удается уходить от удара Борису Акопову. Но не будем забывать, что Сережа и не ставит на победу по очкам, скажем так. Или, ну, нельзя сказать, конечно, что ставку делает Сергей на победу нокаутом. Но вместе с тем, ну, и мы понимаем. Он, наверное, понимает, что у него всегда есть в арсенале мощный удар, которым он может завершить этот поединок. Расставить все точки над их. И вот пару жестких попаданий. Несомненно, успокоили бы Бориса Акопова. Надо подождать, когда это случится всего-навсего. Разнообразно старается действовать Сергей Рапченко. Вот вы видите, работает и по корпусу. Ну и здесь вот словил справа хороший удар пропустил Сергей Акоп. Борис Акопов, извините, и вынужден уже закрыться в глухой обороне. Боец из Днепропетровска. Тут начал добивать Сергея Рапченко уже соперника. Может быть, не совсем и ко времени остановил судья белорусского боксера. Я думаю, что у Сережи еще хватило бы сил на небольшой спорт. Но вот, собственно, произошло то, чего мы ждали. И вот так вот бодаться, стоять и пытаться перебить Сергея Рапченко для Бориса Акопова. Тактика абсолютно бесперспективная. Я думаю, что будь на месте Бориса Акопова чуть более искушенный боец, он бы уже это понял и попытался бы, ну, что-то другое предложить сопернику. Каким-то образом попытаться, возможно, побоксировать Сергеем в более искусный, такой скоростной бой, более подвижный. Но у Бориса Акопова, видимо, таких возможностей в арсенале нет. Раунд снова за белорусом, нас это радует, в общем-то, отличная серия была Сергея Рапченко у канатов. Ну да, в общем, украинский тренер, тренер Бориса Акопова подсказывает ему правильно, что нельзя идти на Сергея Рапченко, скорее надо уходить на более дальнюю дистанцию. Ну а Борис Акопов пока очень не мудро поступает, он согласился и с темпом, и с дистанцией Сергея Рапченко. В общем-то, белорусу остается лишь реализовывать свои козыри здесь и все-все, пока неплохо. Очень неплохие два раунда для Сергея Рапченко. Видите, в углу с нашим боксером работает его тренер Сергей Пытылев, а также менеджер Филипп Фондю. Начало третьего раунда, я не сомневаюсь, что никаких корректив в действия Сергея его секунданты не уносили, все делает Беларусь правильно. Ну и ждем мы продолжения банкета, скажем так. Вот эта вот серия около канатов настроила нас на оптимистичный лад и продолжает. Сергей Рапченко пробивает очень чувствительно даже через глухую практически защиту Бориса Акопова. Хороший апперкот пробил, и вот так вот опускать руки и сжаться канатом это не в пользу Бориса Акопова. Хороший удар попал сейчас Сергей Рапченко, продолжает он атаку. Ну если честно, самоуверенным немного выглядит Борис Акопов, а хотя оснований для этой самоуверенности у него нет совершенно. Еще один мощный апперкот саживает между перчаток соперника Сергей Рапченко. Серия по корпусу и продолжает поддавливать соперника Беларусь. Ну вот попытка ответить Бориса Акопова. И снова, снова опускает руки. Украинец прошелся по глухой защите, подзадорил немного публику. И несомненно Сергей Рапченко, который взял только паузу на то, чтобы выдать очередную серию. Идет вперед Беларусь. Я думаю, что если в таком духе продолжит боксировать Борис Акопов, то не видеть нам с вами сегодня шести раундов всех. Все закончится значительно быстрее. Мощный, скоростной боксер, обладающий очень убойным ударом Сергея Рапченко. И он в таких ситуациях, я думаю, будет разбираться очень уверенно. И еще раз пытается поднять апперкотом перника. И вот попал навстречу Сергея Рапченко. Идет добивать. Ну что, как я и предсказывал, да, был удар, наверное, в затылок посчитал судья. Нокдауна не засчитал, однако мы помним, что предшествовал. А вот и удар по печени. Ну что, предсказать исход этого боя было, в общем-то, не сложно. Начиная со второго раунда, все текло в одном направлении. Ну, готов восстановиться и продолжить бой. Борис Акопов, ну, тут же получает второй удар печень. Вываливается за канатом, видите, и все кончено, собственно говоря. Все кончено. Победа Сергея Рапченко. Первая победа его на международной арене, скажем так. И поздравляем мы с этим успехом белорусского боксера. Отличный исход боя. Борис Акопов, который быстро все решил, мастерски, для Бориса Акопова, наверное, было, ну, немного авантюрно, скажем так, пытаться вот боксировать в той манере, в которой он пытался боксировать с белорусом. Да, не готов, не готов даже встать. Украинский боксер, ну, это понятно, в общем. Удар по печени, удар очень болезненный, разящий. Тут восстановиться очень непросто было бы любому. А боксеру, в общем-то, вопросов нет. Итак, посмотрим мы этот момент более подробно. Вот здесь вот какую-то нашли коллеги интересный момент в исполнении Бориса Акопова. Вот вы видите этот удар по печени. Постоянно наносил его Сергей Рапченко. И еще раз нам его повторят. Это первый, после которого был первый нокдаун в этом поединке. Отличный удар, ну, и ждем мы продолжения, где... Ну, вот это вот первый момент, да, вы видите, поплыл-то Борис Акопов на самом деле раньше, да. Потом, может быть, был удар немного в затылок, но началось все для украинца раньше, видите. Ушел сфин до Бориса Акопова, не дождавшись, собственно, окончания боя. Да, только когда судья поднимет руку Сергея Рапченко, к нашему удовольствию, именно Сергея Рапченко, только тогда бой был завершен. Улыбается Борис Акопов. Ну, что ж, улыбнемся и мы. Преимущество Белоруса неоспоримо было с первого раунда. И отличный, отличный дебют на международной арене для Сергея Рапченко. Отмечу, что после этого поединка Сережа успел провести еще два боя. И к нашему удовольствию два боя удачно. Выиграл нокаутом, опять же, у Сергея Наварка в Белоруссии, в реакторе. Этот бой мы вам показывали. И удачно съездил во Францию, выиграл у Лаика Даркса. Также нокаутом в первом раунде. Ну, что ж, сейчас короткая реклама. После нее продолжим. Это программа «Профессиональный бокс». Мы продолжаем. На очереди у нас бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA. между Джамелем Баки из Бельгии и Автангилом Хурцидзе, грузинским боксером. Поединок этот, я думаю, будет очень интересен. Прежде всего, за счет личности грузинского боксера в среднем весе. Этот боец очень известен уже в Европе. Достаточно пошумел. И, в общем-то, является одним из, наверное, сильнейших на данный момент европейских средневесов. Но надо сказать, что вот Джамель Баки, бельгиец, который сейчас поднимается на ринг, соперник достаточно серьезный. О чем говорит и послужной список. Бельгийца обоим боксерам по 30 лет. На профессиональном ринге Баки провел 23 поединка. Из них выиграл 19, проиграл всего 2. При этом из 19 его побед 5 были достигнуты досрочно. Неплохой показатель для бельгийца. Ну и можно сказать, что дважды претендовал он на серьезные титулы. Выиграл титул чемпиона Бельгии в 2007 году у Майка Алгота. Ну и позже, в 2008-м, претендовал на титул интерконтинентального чемпиона по версии WBC. Но проиграл Доминик Эспеги в 12 раундах по очкам. Интересная...